В Владивостоке парковкой автомобилей на остановку грешат многие водители. Так, возле автовокзала на улице Русской остановку постоянно забивают машинами. По словам людей, сесть нормально в общественный транспорт или выйти из него нельзя. Каждый раз приходится лавировать между машин. Здесь же вот видите, расчерчена автобусная остановка, здесь останавливаться нельзя. Видите, вот они включают аварийку и стоят. Он забежал в магазин водички купить, ну и выбежал минут через 10. Но бывает в это время подходит троллейбус. Он перекрывает целую полосу и люди между машинами проходят и садятся в троллейбус. Нарушители не останавливают ни дорожные знаки, ни нормы морали. Ведь из-за постоянного скопления машин остановки становится невозможно использовать по прямому назначению. И водители автобусов вынуждены высаживать пассажиров, останавливаясь на проезжей части, что может привести к трагедии. Вообще большая проблема. Тут утром, вечером вообще не заехать. Данный участок города один из самых проблемных. Ежедневно здесь паркуются десятки водителей. Совместный рейд администрации города и ГИБДД не стал исключением. Как только сотрудники прибыли на место, сразу обнаружили автомобиль, нарушающий правила дорожного движения. После проведения фото-видео фиксации был вызван эвакуатор. Принято совместное решение усилить патрулирование автобусных остановок, активировать эвакуацию транспорта, оставляемого на автобусных остановках. Ключевая цель не наказание людей. Ключевая цель убедить людей в том, что автобусные остановки предназначены для общественного транспорта. И парковка, запаркованность таких мест может привести к трагическим последствиям. Правилами дорожного движения не запрещается заезжать на остановку, чтобы высадить или посадить пассажира. Однако нельзя парковаться в 15 метрах до и после знака автобусная остановка. Это уже будет считаться административным правонарушением и наказывается штрафом. Кроме того, нарушители могут потратиться и на штрафстоянку, если их автомобиль заберет эвакуатор. Анна Дьякова, Яна Коган, Денис Вадеев. Новости на Восьмом.